Привет, ребята! Вы на канале Помидорка за решеткой, с вами Бакшти и Дмитрий. Ну а в гостях у нас сегодня два крутых игровых девайса от компании ROCKCAT. Клавиатура ROCKCAT SQFX и мышка ROCKCAT CON+. Пожалуй, начнем мы наш обзор с клавиатуры, так как это действительно очень интересный экземпляр. Как вы уже, наверное, догадались, из названия SQFX это более крутая версия к клавиатуре ROCKCAT SQ. В чем же различие? Их всего два. Обычно SQ имеет синюю подсветку, в то время как FX-версия позволяет настроить цвета как вам угодно. А также FX имеет длинный шифт, в отличие от обычной версии. Может эти различия кажутся мелочными? Поверьте, это не так. Но об этом попозже. SQFX мембранная клавиатура. Легкая, среднего размера и с большим количеством дополнительных клавиш, как мультимедийных, так и тех, что рассчитаны под макросы. Имеет несъемную подставку для рук, выполненную из матового пластика. Удобная в использовании. В отличие от большинства мембранных клавиатур, SQ имеет довольно жесткие клавиши, ход которых сильно напоминает механику. Да что уж там, клавиатуру легко можно спутать с механической, если не знать заранее, что она мембранная. Хорошо это или плохо, решать вам, но меня этот момент очень порадовал. Однако жесткость клавиш далеко не главное отличие SQFX от других мембранок. Данная клавиатура поддерживает до 12 одновременных нажатий, а это уже серьезный плюс, ведь именно это ценится в первую очередь в более дорогих механических клавиатурах. Подсветка клавиатуры, как было сказано ранее, настраивается. Происходит это в специальной программе, о которой мы поговорим чуть позже. Сама подсветка не слишком яркая, но свою функцию выполняет достойно. При этом не слепит глаза. Отдельно стоит заметить, что подсветка подстраивается под игру, то есть когда я играю в World of Tanks и у меня остается ниже 30% ХП, клавиатура начинает светиться красным. А когда, к примеру, я играю в Dying Light и зажигаю фонарик, она светится желтым светом. Это никак не сказывается на скиле или удобстве, но вот друзья оценили. Что касается макросов, то тут все стандартно. Однако приятной неожиданностью стало то, что имеются предустановки для популярных программ и игр. К примеру, когда я решил запустить стрим через OBS, мне Rocket предложили включить уже преднастроенные макросы под эту программу. В итоге все управление OBS отводится на отдельные клавиши, что очень удобно в тех играх, которые не поддерживают нормальный оконный режим. При этом при потере пакетов, при стриминге подсветка тоже меняется. С зеленого, все круто, до красного. Большие потери пакетов. Одним словом, подсветка тут не только крутая, но и функциональная. На этом мы пока что отложим иску FX в сторонку и перейдем к мышке. RocketCon Plus это улучшенная версия предыдущей модели RocketCon. Она обладает все той же эргономической формой, но отличается практически во всех остальных ключевых моментах. А именно. Блок прокрутки был переработан, кнопки настройки, чувствительности и вызовы меню стали прямоугольными, а само колесико обзавелось зубчатым рельефом. Светящийся логотип уступил место серебряной эмблеме компании. А на смену грузикам разной массы пришла более практичная система из 4 таблеток по 5 грамм, который размещается под крышкой в задней части мышки. Эти самые грузики при ненадобности можно хранить в специальном футляре, который идет в комплекте с мышкой. Сенсор у Con Plus на 6000 DPI, процессор Turbo Core на 72 МГц и внутренняя память на 576 КБ для хранения профилей и макросов. Если перевести все вышесказанно на простой язык, то Con Plus — это сверхточная мышка, которая запоминает несколько профилей настроек клавиш. Иными словами, если ваши вкусы не ограничиваются дотой, то вы с легкостью сможете переключаться между настройками мышки для разных игр. Кроме этого, вы можете настроить чувствительность мыши под конкретный коврик. Также Con Plus не обделена подсветкой. Как и в случае с клавиатурой Isku FX, тут она настраивается в специальной программе под ваши предпочтения. Одним словом, не мышка, а мечта. Ну а в завершении стоит сказать пару слов о программном обеспечении для обоих девайсов. В случае с Isku FX программа драйвера позволяет вам настроить значение почти половины клавиш, макросы, тип и цвет подсветки, а также отключение клавиш Windows, Tab и Shift. Программа для Con Plus поможет настроить чувствительность, профили, тип и цвета подсветки, откалибровать мышь под конкретный коврик и выбрать высоту отрыва. Объединяет эти два девайса одна очень крутая фишка под названием Easy Shift. Это настройка, позволяющая включать дополнительные значения клавиш, как на клавиатуре, так и на мышке. К примеру, вы можете поставить дополнительное значение на правую клавишу мышки. Теперь при зажатии определенной клавиши, которую можно выбрать как на мышке, так и на клавиатуре, правая кнопка будет иметь иное значение, например, прыжок. Штука очень полезная. Вот такие вот девайсы выпускает компания RockCat. Как вы уже поняли, не посоветовать такое мы не можем, так что если вы собираетесь обновить свою игровую периферию, не проходите мимо RockCat Isku FX и RockCat Con Plus. На этом мне с вами пора прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и, конечно же, не забывайте, что дальше круче.